Думаю, что он там делает? Смотрите. Сон, думаю, во рту таскал. Ты его разжевал, что ли? Ты зачем такого красивого жука разжевал? Ты суй сесть? Ты посмотри, какой он красивый. Гляньте. Где ты такое взял из здания? Он откуда пришел? Не вонючий ход клуб. Смотрите. Какой-то жучок. Иди отсюда. Ты зачем его пожевал? И птицы отсюда его не взяли. Давай, видите, сюда. Смотрите, какой он. Сейчас. Аж камера очумела от красоты. А от красоты неземной. Видите, переливает, смотрите. Ты зачем его убрал? Ищет, ищет теперь. Что такое у них? Камеры стали на обоих телефонах. Чуметь. Вот тут вот где-то на обоих. Я и думаю, что он там сидит, охотится все. Такого красивого парня. Или девочку. Иди на цветочку. Давай на розочку. Так, я тебе посажу. А! Вот тут у Рында сама еще и вообще садится. Тем, где трясения не случилось в голове? Вот так за меня уцепился. Не скинуть. Да что ты, я тебе... Второй раз ты, прости меня. Видите, на цветушку лучше. Давай вот сюда вниз. Подожди. Что я делаю? Давай сюда. Держись. Держись, брателла. Не, давай вот сюда. Вот ты сейчас спасательница, блин. Давай вот сюда. Давай сюда. О! Другое дело уже. М? Другое дело уже. Я не вижу, что я вам тут снимаю. Солнце. Прям такое солнце у нас. М? Так, ты иди. Уходи отсюда. Уходи. Нет. Уходи. Давай. Хищник. Кышма. Такую кресту неземную. Давай. Давай, 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 давай. Давай в хату сейчас загоню. Давай. Иди. Пошел. Вот видите, что делать? Землю мне таскает. Ой, засранец. Маленький. Видно вам, да? Ну, креста неземная. Да? Ой, уходи. Давай, подружайся. У себя приходи и улетай. Это хищница моя. Бризья. Бризья мой. Хищница. Вот давай ползи домой. Ползи, ползи. Давай, давай, давай. Ага. Вы слышите? Ты сысссс. Птичка поешь. Ты сыссс. Я же боюсь выходить. Вспомнил. Вот эти еще сороки. Вспомнили птичку. Ёлки-макалки. Сегодня хочу вспечь торт Наполеон. Немножко по другому рецепту. И начинаю всегда с заварного крема. В этот раз я крем буду делать заварной. И один слой заварной, один слой вареная сгущенка с маслом. Перемешку. Так, чтобы крем сварить, вот 4 яйца вбила, щепотку соли кинула и ванильный сахар. Высыпаю 200 грамм еще сахара и пробиваю блендером. Ну, просто, чтобы хорошо все перемешалось. Я пробиваю и постепенно добавляю сахар сюда, да, остатки сахара вот на дне. Видно? О, разница. Сахар. И сверху я насыпала 2 столовые ложки с небольшим бугром муки. Сейчас я это ложечкой чайной хорошо перемешиваю и вводить уже буду с мукой. Остатки сахара с мукой я туда добавила. Теперь и хорошо не забывайте лопаточкой по краям, да, проходить, потому что мука все равно. Оно оседает. Ввожу пол-литра молока, холодного молока. Все, молоко ввела. Хорошо с чашки по краям мука, где осталось кусочек муки, вижу. Сейчас я его, вот видите, снизу был, не размешался. Ну, здесь я теперь буду вот такой вот, да, делать. Венчиком, ложкой, как хотите, но помогайте еще и вот этой вот лопаткой, если у вас венчик или ложка. Потому что вот этот, что у меня, венчик, да, пусть его назовем, как его еще обозвать, он это, хорошо по дну и по краям, да, будет. Вот тут остается этот кусочек, я его тогда вместе с лопаткой сейчас под воду и с полосой, и все. Все, пушатка. Так, и теперь просто увариваем, постоянно помешивая, чтобы не дай бог не подгорел. Нигде хоть кусочек маленький и все. Крем испорчен. Можете добавить, я в том показывала, что можно добавить коньяка, да, спиртного какого-нибудь или ликера, я добавлять сюда не буду. Торт пойдет, будем есть. Хотя, может, те люди будут и не против, но все равно. Так, и масло я приготовила. 150 грамм масла, сейчас оно у меня теплое, да, теплое, уже мягкое, лежит 150 грамм после, как выключим. Или на тихий огонь поставим и будем вводить 150 грамм масла еще сюда свечу. Венчик тем временем не убираем. Нам нужен, чтобы хорошо распределить масло в креме, и крем сам, чтобы не комковался. Вот крем у меня. Уже вот такой, быстро он. Сперва вроде долго нагревается, да, а потом быстро вот так вот образуется. У вас, если вот не таким мешали, да, то может, как немножко комочками браться. Ну, такой, как, как вам сказать, не то, что комочками непроваренными, там, мукой непромешной. А он берется тогда, если лопаткой, например, или ложкой мешать, он так, как будто бы, как отдельные куски. Сейчас я на единицы держу. Вот. И ввожу 150 грамм масла и промешиваю сначала этим, ну, потом подключусь. Смотрите, первый раз вижу, масло отрезала, а потом отламывала. Смотрите, какая структура масла в тачке. Закрученная, как вы делали, для прикидки. Еще раз такой вижу. Вот кусочек еще у меня. Я сейчас ставлю их на двоечку. И на двоечки уже довмешаю, а потом пробью блендером. Ну, потом подключусь. Все, масло разошлось. Теперь вот на стол поставила кастрюльку. Сейчас по краям вот все хорошо лопаткой собираю. Пробиваю блендером. Переливаю в посудину, в другую. Накрываю в контакт. Он даже еще кусочек масла остался. Сейчас блендером пробью. И все, крем готов, пойдет на отдых. Тут у меня черненькие вкрепления. Это от ванильного сахара, да? Вот, все. Все накрала. Накрала. Не крала. Накрыла в контакт. И здесь в комнатной температуре остаюсь, потому что мне надо убрать бардак, приготовить дочь покушать, а потом займемся тестом. Время для остывания ему хватит. На тесто я... У меня весы мерные сломались. Выписала новое, но пока придут. Некогда нам ждать. Беру пачку масла, 250 грамм. И этот рецепт немножко по-другому, как я первый рецепт делала. У меня есть на канале, да? Прицеплю его тоже сюда. В общем, сейчас холодное масло. Макаю в муку и тру на терке. В общем, вот так прям обмакиваете. Масло и натираете на терке. Да, одной рукой у меня не получится. В общем, натру потом покажу. Девчонки, этот рецепт я взяла в интернете, да? Посмотрела, как его делают именно. Немножко по-другому. И вот масло здесь на терке, да? Я никогда на терке не теряла первый раз. Правда. Для меня это казалось как-то все долго, мучительно. Нет, оказывается, все быстро и хорошо. Правда. Вот. Всегда в муку обмакивайте, масло и опять. Вот. И не надо, как многие в Ютубе говорят, что надо ледяное, чтобы масло было, чтобы стол был ледяной, чашка ледяная. Ой, Господи. Сами все проблемы, что сами создают. Вернее, потом думают, как их решить, эти проблемы. Все, я сейчас хорошо перетираю. А муку я померила просто стаканом. Полный стакан, 200 граммовый. И полстакана, да? Я буду смотреть по консистенции и показывать, да? Сейчас я вот перетру еще с мукой масло хорошо. И потом будем жидкость разводить. Я до просеяла еще 100 грамм муки, потому что масло, когда перетирала, оно прям совсем комковало, да? Сейчас вот более-менее такое вот так, что. Вам рецепт напишу именно уже по своему подходу, да? На 250 грамм масла. Это значит, у нас выходит 400 грамм муки. Но сразу все не бахкайте. Потом, постепенно, смотрите по своей муке, по своему маслу, да? Все, сейчас буду разводить жидкость. Так, здесь било 2 яйца. Соль насыпала, да? Сейчас все хорошо перемешиваю и доливаю воды 150 миллилитров. Ну, я посмотрю, сколько у меня жидкости будет, да? И яблочный уксус. Или уксус 5-6% или же заведите его, да? Я не знаю, как разводится, но в интернете все, подсказки есть. Но лучше всего яблочный использовать и все. Вот. Все, добавила воды. Теперь все хорошо отбитыхило. И воду тоже, как пишут в интернете везде, да? В этих... Ой. Это заморочки, как и масло. Оно все равно от ваших рук будет нагреваться, да? Ну, да, и хорошо и так делать на терке. Ничего тяжелого. Вот. Так что, поменьше кушти профессоров. Вот, я налила просто с этого... С фильтра, да? Сейчас я введу сюда 2 столовые ложки яблочного уксуса. И перемешаю, потом подключусь. Все, добавила уксус. Вот, смотрите, чтобы и выше 6%. Да, можно и не яблочное. И теперь соединяю. То есть, если мне не хватит, я добавлю еще водички. Вот и все. И тесто, чтобы крутое тесто получилось. Смотрите, у меня получается жидковатое тесто. Я вот думаю, даже сейчас взять бы, провести эксперимент и так же с жидковатым сделать, как я медовый делаю. Да? Так же, как я эту делала, как ее... Молочную девочку на сковородке, да? Вот. Вот. Но если бы не день рождения, я бы поэкспериментировала для себя. И в следующий раз, когда я буду экспериментировать, когда не для себя, а что-то захочется спечь и искать, ну, не захочется, я его спеку для себя и сделаю вот жидким тесто. И буду раздавливать, да? Между двумя листами бумаги. Ну, а сейчас добавлю муки. Просто надо просто и подмешу еще. Все, тесто готово. Ну, у меня ушло практически 600 грамм муки. Я подмешала, да? Оно мягенькое, вот эластичное, очень хорошее. Но почти 600 грамм муки, чтобы хоть кое-как собрать его в кучу. Сейчас я его заматываю в пленку и убираю пока в холодильник. Даже разделять не буду. Пока так. Вот. А потом уже приступим к выпеканию. Я тесто вот так вот в колбаску сворачивала, да? Ну, оно вот тут застыло. Вот низ, смотрите, какой мягкий, да? А вот тут застыло. Вот тут сверху тоже немножко, но меньше, вот этот угол ближе к стенке был и под застыл хорошо. Я буду отрезать, да, и убирать в холодильник опять. Вот. В общем, сейчас я нарежу, да? Буду смотреть. Ну, вот так вот приблизительно где-то, да? И штуки три раскатаю. И потом уже подключусь. Включу духовку и подключусь к вам. Ну, вот. Вот так вот, да? Я раскатываю, у меня еще один там лежит. До третьего не дошло, взяла. Духовку включилась, когда у второго уже делала. Вилочкой обязательно натыкивайте, да? Как можно тоньше. Тесто хорошее, оно поддается. Ничего, чуть-чуть мукой присыпаете, и все идет. Как по маслу... Начертите, расчертите. В общем, его сразу вырезайте, да? Я вот тарелку ложу, сразу вырезаю. И остаточки тоже оставляю поджарить, чтобы потом это у нас будет присыпка. Вот, все в одно. И так же делаю на втором. Сразу вот так, чуть-чуть отодвигаю, чтобы оно не слиплось, да? Тут, чтобы не ломать, потом не поломать корж. Потому что он потом очень хрусткий будет, да? И очень ломкий. Вилочками обязательно натыкивать, да? Ну, все. Отправляю в духовку и так все раскатываю. Вот так я складываю их один на один, да? А кусочки, которые поджарились, сразу убираю в тарелку. У меня тут все сегодня в кучу. Вот. И вот наготовленные лежат. Там пекется еще один. Девчонки, у меня еще пекется, тогда вот здесь уже готовые лежат. Я их вот так складываю. А эти потом вытаскиваю и убираю вот в тарелочку. А сейчас, когда все допеку на цирклянере, потом пару раз шматануешь, и все, будет готово. Крем только вытащила, да? Я его сперва держала просто здесь на кухне, а потом убрала в холодильник, когда и тесто было готовое, да? Вот такой кремушек. Вначале я там говорила, что буду один слой делать сгущенку с этим, с маслом. Один слой, да? Другой слой это, ну вот этот, заварной. А потом думаю, что ты все попутала. Это я планировала так делать недолго. Короче, намела вам языком, наметелила, да? И его в тарелке буду собирать, вот там чуть-чуть так помазывать, чтобы он сильно притянется, да? В общем, буду делать только с заварным кремом, смазывать листочки. И собирать. Вот. Что-то я себе неважно чувствую, как это целый день. Ламота какая-то непонятная. Не дай бог разболеться, у меня внучка опять разболелась. Началась школа, ёкала-маленька. Заканчивали так и начали это тоже так. В общем, вот так буду смазывать, да? Они уже остывшие, они тоненькие. Вот я вам показывала, да? Они же попыльчатые поднимаются. На вкус не пробовала, потому что сейчас вообще ничего не могу. А что ж нет? От запаха не то, что на вкус пробовать. И говорю, что-то не то. Не дай бог. Таблеточками закидываюсь. Там поглядим. Сейчас смазываю так хорошо, добренько, да? Притулять их, ну как, прессовать их не буду. Они сами притянутся, так как у меня есть время для стояния. Будет стоять торт в холодильнике до субботы. Дальше сегодня. Видео вы, конечно, позже будете смотреть. Сегодня у нас середина. Серединушка. Вот. В общем, все собираю. В конце потом покажу. Когда осыпать буду. Все. Дособирала. Обмазала весь крем. Здесь это неровности. Он сам пузырчатый, да? Я не ломаю структуру. Где сам поломался немножко. Все, все равно все будет обсыпано. Да? Теперь еще обсыпку я сильно не мельчу. Ну, как и тут разговаривала, нацеркление ревод. Измельчитель, да? Вдруг кто не поймет. Ну, вот. Вот это. С ножами. Ну, у меня старенький-старенький. Старенький. Ну, лет 8. Первый у меня был. Я не помню. По-моему, старшему сыну отдавала, когда он отделялся. Потом себе это как купила. И вот. Он дешевенький. Слидло. Вот. И вот лет 8 уже пашет. Что иногда почихивает. Старенький. Покашливает. Я говорю, ладно. Старичок, что уже живи. Вот. Ну, теперь еще с тарелки сняла. Вспомнила, что я купила опять эти. Вот. Главное не забывать, да? Картонные эти подставки. И так хорошо вот когда. Потом крути себе его. На нем делай. И снимать. Как если на чем-нибудь, да? Бывает. Потом поддеваешь, ломается. Вот так. Все прекрасно. Сейчас сперва я бока обсыплю. Да. И потом вверх. Ну, уже вам тянуть время не буду. Сейчас. Сделаю. Потом подключусь. Еще хотела сказать. Ну, это может быть кому-то этот совет понадобится, да? На всякий случай. Когда я по бокам делаю, да? Сперва. То я всегда вот так вот чуть-чуть, чтобы наверх, да? А потом уже сверху засыпаешь и выравниваешь. И вот эти бачка. А иногда она делает так, что сверху крем остается. И сверху уже ничем не засыпаем, да? Вот. А по бокам вот так. И вот этот бортик, он тоже красивенько смотрится. И все. Крошечек готов. Поставлю на подставку в коже. Сейчас закрываю. И все, кусть пропитывается. Крошки многовато осталось. Ну, давай-ка. С чем-нибудь. Съем. Съем. Все. Все, мои девчонки, растуле. На этом этот рецепт тоже испробовала. Я крошку попробовала чуть-чуть, да? Как я уже сказала. Она... Ну, как я, не она. Я что-то себя плохо чувствую сегодня. Как-то что-то не то. Не дай бог. И все. И не надо никому. Не дай бог никому болеть, да? Пойдет. Вот. Это чуть-чуть другой рецепт. Маленькую крошечку вот я брала. Мне кажется, то же самое. То же самое, что и тот. Но не знаю. Может быть, когда он пропитается, да? Но факт тоже мы его пробовать не будем. Если мальчишки не доедят, какой кусочек останется, тогда сын принесет и это... Тогда только испробую. И тогда могу потом, позже вам сказать, да? А сейчас ничего сказать не могу. Он до субботы будет стоять пропитываться в холодильнике. Мне просто потом некогда. В пятницу. Делов хватает еще. Плюс мы будем с ним манты лепить. Ну и в день рождения салаты делать. Вот. И... А завтра у меня день такой очень... Очень занятой. Вот. Все, мои хорошие, пеките. С удовольствием рецепт пропишу снизу, да? Как я уже сказала, я немножко пропадаю. Ну, видео... Это видео я завтра пойду у сына выложу, да? Вы его, наверное, увидите только послезавтра. Но я его снимаю в среду. Ну, надеюсь, к концу этой недели, я надеюсь, прямо у меня уже интернет будет работать. Если нет, ну, на следующей неделе уже точно, ну, уже сколько? Можно, ёколы манейка, а? Живешь в Европе, да, такое чувство, что с Казахстана никуда не уезжал, когда вот связываешься вот с такими вещами. Или, например, со скоростью интернета. Поэтому я его и меняла, да? Я его пыталась два года назад поменять. Потому что вообще что-то неописуемое происходит, как я говорила, да? Скорость такая, как мы выезжали 12 лет назад, 13 лет с Казахстана, скорость одинаковая. Пешочком ходит, а не летает. Какой там летает? Пешком. Хоть бы бегом уже побежала, а то пешком всё. Вот. И поэтому пытаюсь, пытаюсь. Но в этот раз вроде бы сын сделал нормальное подключение, да, нормального амбитера. С нормальной скоростью, вроде бы, как обещают. Всё, ну, посмотрим. Вот. Надеюсь, ждём не зря. Всё, всем всего самого-самого прекрасного. Не забывайте, не вадничайте, ставьте пальчик вверх или пальчик вниз, если нравится или не нравится видео. Подписывайтесь, кто не подписался. Проверяйте подписку, да, потому что Ютуб чудит. Вот. Приглашайте друзей, родных, близких, знакомых и даже врагов, если они у вас есть. Лучше, чтобы у вас их не было. Вот. Соседи. О, про соседей всё время добываем. Приглашайте. Есть что? Посмотреть. Покажем. Всем всё. А там уже их, да, дело выбирать, оставаться или не оставаться. И Бога всем в помощь. Мирного неба над головой. Боже, благословение и благословение, если это две разные вещи. Любви, счастья, здоровья, богатырского. Всё. Не надо болеть. Не надо... Даже не будем думать про эту болень. Ну, её. Она сама не спрашивается, приволокивается, да? А мы будем её гнать. Гнать будем собаку такую поганой метлой. Всё, а то сейчас наболтаю. Люблю, ценю и уважаю вас. Пока-пока. Бога всем нам в помощь.